МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Ноябрьск, 24. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях среды. Сохраняйте бдительность жителей Ноябрьска все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Некоторые лишаются миллионов. На какие ухищрения идут преступники, чтобы выманить чужие деньги? Мода на многодетность. В России все больше семей решаются обзавестись не одним ребенком, а тремя, а то и больше. Откуда взялась такая тенденция? И только ли в материнском капитале дело? И 8.08.2018. Ноябрьцы остаются верны традиции регистрировать брак в красивые даты. Сегодня городской ЗАГС расписал сразу 6 пар молодоженов. Ноябрьские полицейские возбудили уголовное дело после хищения строительной компании нескольких миллионов рублей удольщиков. С требованием о возбуждении производства выступила городская прокуратура. На сайте Генеральной прокуратуры сообщается, что застройщики получили от гаража около 12 миллионов рублей. Дом должны были сдать в эксплуатацию до октября 2017 года. Однако многоэтажка до сих пор не достроена, а работы на площадке не ведутся. Несмотря на наличие признаков преступления, в МВД изначально отказали в возбуждении дела. Но после вмешательства прокуратуры незаконное постановление отменено, говорится в заявлении ведомства. Застройщику вменяют мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере. Тем временем горожан активно атакуют телефонные мошенники. Накануне злоумышленники похитили у пенсионерки из Ноябрьска почти миллион рублей. Женщина поверила, что разговаривает с сотрудником банка и сама назвала данные карты. Популярными стали обманы от имени знакомых через социальные сети. Наткнуться на мошенников можно и на сайтах бесплатных объявлений. Какие схемы злоумышленники испытывают на жителях Ноябрьска и реально ли вернуть похищенные деньги, выясняла Яна Джуз. Светлана Макстис через несколько дней должна отправиться в отпуск со своей семьей. Все чемоданы уже собраны, маршрут отдыха построен, куплены билеты к месту отдыха. Женщине оставалось лишь приобрести билеты обратно. Но приятные хлопоты обернулись совсем неприятным знакомством с мошенниками. Жительница города стала очередной их жертвой. Набрали в интернете сайт. Понравилась цена, понравились все условия. Заказали, оплатили. На почту электронную ничего не пришло. То есть билетов. Пришла информация, что якобы мы заказали. Но пишут, что мы не оплатили. И вот сегодня третий сутки мы ждем. То есть ничего нет. Как итог, билетов на руках нет. А через сайт авиаискатель Светлана перевела мошенникам 48 тысяч рублей. Лишь по счастливой случайности с кредитной карточки преступники больше не смогли ничего снять. Ну, наверное, это какое-то шестое чувство. Я заблокировала, поставила лимит на карту 100 рублей. И тут же, буквально через 10 минут, мне пошли смски, что мне хотели снять. Но сохранить хоть какие-то деньги на счетах успевают далеко не все. Так недавно жертвами мошенников стали еще две пенсионерки из Ноябрьска. Одна перевела злоумышленникам больше миллиона рублей во время сделки по продаже автомобиля. А вторая сообщила лже-сотруднику банка в телефонном разговоре все данные своей карточки. И тоже лишилась солидной суммы. Со счета ушли 980 тысяч. И, по словам полицейских, это только одна из десятков схем, которые применяют злоумышленники. У нас зачастили случаи, когда с контакта взламывают аккаунт, либо создают копию страницы. То есть, представляясь родственникам, либо знакомым, просят займы денежные средства. Таких случаев тоже было порядка 10 уже за этот год зафиксировано. И очень много случаев, связанных с сайтами, где покупают граждане различные товары. Зарабатывают на доверчивых горожанах и псевдоэкстрасенсы. Так, в Ростовской области ноябрьскими полицейскими задержано ясновидящее, которое избавило горожанина от денег и украшений. Почти 300 тысяч рублей. И золотые украшения стоимостью примерно в 600 тысяч рублей. Мужчина отдал экстрасенсу, которого нашел по объявлению. Гадалка обещала очистить золото, а деньги взяла для проведения обряда на прибыль. Всего же с начала года стражи порядка возбудили 121 уголовное дело о мошенничестве. В общей сумме житель Ноябрьска подарили мошенникам 6 миллионов рублей. Полицейские рекомендуют, данные банковской карты нужно хранить в строжайшем секрете и ни в коем случае не совершать покупки на сомнительных сайтах. Полиция города Ноябрьска призывает граждан к бдительности. При получении сомнительных смс-сообщений, звонков от неизвестных операторов, не спешите предоставлять секретную информацию по вашим банковским картам и выполнять какие-либо операции. Проверьте поступившую информацию по зоник на горячую линию банка, телефоны которых указаны на обратной стороне банковской карты. Яна Джуз, Ксения Прилудская, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Овчарка по кличке Вайс помогла полицейским раскрыть грабеж по горячим следам. Преступник похитил спиртное из торгового центра. Чтобы как можно быстрее отыскать грабителя, к делу привлекли кинолога Антона Новикова и его четвероногого напарника. Собака быстро взяла след и привела полицейских прямо к дому злоумышленника. Известно, что ранее 25-летний подозреваемый не был судим. Мужчина нигде не работает. По факту грабежа уже возбуждено уголовное дело. Надо любить свою работу, любить завлак. А контакт можно с ней всегда найти. Главное – время и любовь. Вайс, который работает с нами непосредственно, какой он? Он добрый. Белый и пушистый. Хоть и большой. Он на что работает? Он у нас по розыску. По розыску. Ищет людей. Ситуация с заболеваемостью ВИЧ в России продолжает ухудшаться. Об этом сообщает окружной центр СПИД. По словам экспертов, в стране не только сохраняется высокий уровень заболеваемости инфекции. В последнее время диагноз ВИЧ все чаще ставят людям, которые не входят в группу риска. На конец 2017 года в России насчитывалось больше 1 миллиона 200 тысяч ВИЧ-инфицированных. 276 с половиной тысяч из них умерли. Страшнее всего ситуация с вирусом и иммунодефицитом человека сейчас в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях. К счастью, Ямал по-прежнему сохраняет самые низкие показатели распространенности в Уральском федеральном округе. С 1995 года здесь зарегистрировано больше 3 тысяч ВИЧ-инфицированных. Чаще всего инфекция передается половым путем. На втором месте наркотические инъекции. Добавлю обследование на наличие ВИЧ в нашей стране бесплатное. Пройти тест в ноябрьске можно в любой поликлинике или центре СПИД. ВИЧ-инфицированных. 9 августа по 5 сентября включительно. Правда, проголосовать на губернаторских выборах можно будет только на территории Тюменской матрешки. То есть на Ямале, в Югре или Тюменской области. Те же, кто в день выборов будет за пределами родных краев, могут проголосовать и досрочно на территории своего избирательного участка по месту жительства. Прошу не забывать про процедуру досрочного голосования, которая осуществляется с 29 августа по 8 сентября. Таким образом, у ноябрянина возникает два права. Либо проголосовать досрочно, если он уезжает по уважительным причинам, мы знаем, отпуск относится к уважительной причине, успевает с 29 августа по 8 сентября проголосовать в городе Ноябрьске, а 9-го он будет отсутствовать, он вправе проголосовать досрочно в Ноябрьске. И также воспользоваться той процедурой, о которой я только что говорила, о голосовании по месту временного пребывания на других муниципальных образованиях Тюменской области. Организация «Многодетные семьи Ноябрьска» объявила о начале ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Она проходит уже в седьмой раз. Сейчас в помощи нуждаются больше 170 семей, все они малоимущие. По традиции, в дар общественники готовы принять канцелярию, рюкзаки, спортивный инвентарь, а также школьную форму. Все это горожане могут принести в саму общественную организацию. Она находится по улице Космонавтов, 20. Также оказать помощь нуждающимся семьям, возможно, и лично. Их телефоны можно получить у руководителя организации «Многодетные семьи». Для того, чтобы собрать ребенка в первый класс, конечно, требуется все-таки большая затрата. Ребенок идет первый раз в первый класс. Всему нужна новая форма. Если ребенок, который уже учится в средних классах, он может, наверное, обойтись формой, которая осталась с прошлого года. Если это многодетная семья, естественно, форма или канцелярские наборы, которые остаются с прошлого учебного года, они могут перейти к младшим. Ну, в основном, конечно, средняя стоимость ценника для сбора в школу, ну, около 15 тысяч. 14-15 тысяч на ребенка уходит. Естественно, если трое, а в некоторых семьях и пять, и шесть учеников, естественно, сумма выходит хорошая. Мода на многодетность снова возвращается в Россию. Это показал недавно проведенный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. В идеальной семье, по мнению 42% опрошенных, должно быть минимум два ребенка. Почти столько же ответили, что готовы родить и троих. Такой же вопрос социологи задавали четыре года назад. Тогда каждый десятый респондент говорил, что одного чада в семье вполне достаточно. Что думают об этом ноябрьцы и готовы ли жители нашего города бить рекорды рождаемости, узнавала Елена Жаркова. Иметь несколько детей Наталья мечтала с юности, впрочем, как и ее супруг. Поэтому, когда вышла замуж, вопрос о том, сколько в их семье будет малышей, даже не вставал. Так 11 лет назад появился Рома, потом Ваня, а следом родилась Ева. Сегодня свой дом эта семья без детского смеха не представляет. Мы абсолютно все делаем вместе, и кинотеатры, и кафе, и рестораны, и все, что возможно делать, игровые комнаты, все это мы делаем вместе. Ради детей пришлось поменять квартиру на более просторную, купить второй автомобиль и научиться правильно распределять время. Его, признается Наталья, катастрофически не хватает. Но эмоции, которые получаешь взамен, окупаются во сто крат. Многодетными сейчас, чтобы быть, надо быть очень мобильными. Детки отнимают много времени в плане кружков, секций, уроки. Опять же, много всего делается в семье дома. Поэтому надо быть мобильными родителями. Рожать третьего и последующего ребенка в Ноябрьске стали чаще. Об этом говорит статистика. За последние три года число многодетных увеличилось на 300 семей. Всего их сегодня больше 1800. Иметь несколько детей в доме – это пока не повсеместная тенденция. Но о том, что в идеальной семье должно быть как минимум двое малышей, считает нынче большинство. Как вы считаете, сколько детей должно быть в идеальной семье? Три. А почему? Ну, папа, мама. Один ребенок на папу, другой на маму и третий. Плюсом. Сколько детей должно быть в идеальной семье? Я – десять. А вообще для семьи дети – это что? Все. Как вы считаете, сколько детей должно быть в идеальной семье? Трое. Почему? Даже не затрудняюсь ответить. Но для семьи дети – это что? Будущее наше. Правда, решиться на троих и более детей, как признается большинство опрошенных, мешает страх. Мол, не хватит ни сил, ни финансов. К тому же настал черед рожать тем, кто появился в лихие 90-е. Именно тогда в нашей стране был демографический спад. Сегодня чувствуется отголосок низкой рождаемости того времени. Чтобы восполнить пробел, будущих матерей стараются поддержать материально, особенно в нашем регионе. Мне кажется, что увеличение многодетных семей в нашем регионе – это приоритетное направление, которое находится под пристальным вниманием нашего, скажем так, органа исполнительной власти. И, соответственно, меры увеличиваются, и размеры тоже их растут. К примеру, в нашем регионе выплачивают единовременное пособие на рождение второго и последующих детей. Так, при появлении третьего чада родители могут получить порядка 15 тысяч рублей. И это не считая материнского капитала. Его размер, кстати, составляет 350 тысяч рублей. Денежные выплаты положены тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Льготы полагаются также при оплате счетов за ЖКУ. Помощь оказывают и при сборе детей в школу. Кроме того, со скидкой школьники из больших семей посещают кружки и секции. Увидев, что государство начинает ценить семью с детьми, увидев то, что начинают реализовываться определенные программы по поддержке семьи, они начали рожать. Честно, когда я носила третьего ребенка, я боялась. Страшно было, справимся ли мы финансово, хватит ли у нас сил всего. Но так как муж умеет делать все своими руками, я умею готовить, шить, вязать. Поэтому в этом плане я знала, что мы справимся. В семье не треба Стрельцовых на сложности жаловаться не привыкли. Особенно если это касается детей. Помощь государства хоть и не лишняя, но рассчитывать привыкли только на себя. Принципиально отказались от нянечек и домработниц, воспитанием занимаются сами. Маме Ларисе для этого пришлось оставить даже карьеру. Хотя у нее два высших образования. Большая отдача от детей, от их успехов, когда они там выступают, чего-то добиваются. Это все намного радостнее. Потому что и радостнее, что если дети добиваются большего, чем ты, это получается идет прогресс. Это хорошо, что дети умнее, талантливее. Нетрудно родить, сложнее воспитать. Все многодетные родители повторяют это как мантру. На вопрос, хотели бы иметь еще детей, отвечают. Желание есть, были бы возможности. Елена Жаркова, Александр Иванов, Сергей Павлов, Наиль Нафиков. Ноябрь с 24. Сегодня все вузы страны публикуют окончательные приказы о зачислении студентов. Как сообщает российская газета, в этом году университеты получили 390 тысяч бюджетных мест на бакалавриате и специалитете для выпускников школ. Причем, по оценкам специалистов, четверть от тех, кто будет учиться бесплатно, это победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В топе по популярности остались все те же университеты, что и в прошлом году. Чаще всего студенты выбирают МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский госуниверситет и национальные исследовательские университеты. Добавлю, сроки приема заявлений на обучение по заочной форме и на платные места, а также магистратуру каждый вуз устанавливает самостоятельно. И на некоторые направления еще можно успеть подать документы. Студент из Ноябрьска Андрей Дементьев стал участником национального финала конкурса «Молодые профессионалы». Он проходит в эти дни в Южно-Сахалинске. Чтобы попасть туда, сотни участников со всей России прошли множество отборочных соревнований. Наш земляк выступит в компетенции IT-решения для бизнеса на платформе 1С-предприятия. Среди его конкурентов участники из Калининграда, Москвы, Екатеринбурга и Перми. Всего в этом направлении соревнуются 8 человек. Испытания для них начнутся уже завтра. Им предстоит сделать информационную систему риэлторской компании и придумать для нее мобильное приложение. На все это отведено 3 дня. Кроме того, главным экспертом на национальном этапе стала педагог Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий Екатерина Мануева. Я главный эксперт компетенции. То есть я отвечаю за организацию площадки и проведение чемпионата по нашей компетенции. Но при этом на площадке находится конкурсант нашего города. Он мой ученик. Но по правилам и регламенту чемпионата, главный эксперт чемпионата не может иметь своего конкурсанта. Поэтому компатриотом у него является наш зам директора по информационным технологиям Брусенко Владислав Валентинович. Сегодня 8.08.2018. Подобную красивую дату часто выбирают молодожены. Традиция сочетаться браком в красивые календарные дни остается популярной среди жителей Ноябрьска. Например, три восьмерки, которые выпали сегодня, для многих народов означают постоянство и надежность. Считается, что если пара заключила брак в такой день, семейная жизнь будет долгой и счастливой. В Ноябрьске сегодня свои отношения узаконили шесть пар. Правда, все регистрации прошли не в торжественной обстановке. В местном отделе ЗАГС объяснили это, связанное с тем, что по графику сегодня день приемов, а не торжественной регистрации. Также, по словам специалистов, из-за того, что красивая дата выпала на середину недели, количество бракосочетаний чуть сократилось. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды. Не переключайтесь. Лето – самое удачное время подобрать для себя новую удобную теплую верхнюю одежду из натурального меха. Выгодно приобрести шубу в Ноябрьске можно только на этой неделе, с 8 по 12 августа в торговом доме «Украина» на выставке продажи «Росмех» со скидками до 50%, а также оформить кредит или рассрочку без переплат. Например, норковая шуба за 3000 рублей в месяц, срок предоставления рассрочки – 24 месяца. Посетители выставки будут приятно удивлены представленным ассортиментом новой коллекции меховых изделий из мутона, норки, лисы, каракуля и других видов меха. Профессиональные продавцы-консультанты помогут выбрать для вас из всего разнообразия подходящую модель по цене, качеству и фасону. Советуем всем модницам заглянуть на нашу выставку-продажу. Богатый выбор моделей от классики до авангардных. Широкая цветовая гамма и размерные ряды от 36 до 66 размера. Особое внимание мы предлагаем обратить на североамериканскую норку, блэк-ламу и блэк-нафу. На все изделия предоставляется рассрочка или кредит без переплат. Выставка продажи «Росмех» пробудет в ноябрьске всего несколько дней. Успеть выбрать подходящую шубку по выгодной цене можно только до 12 августа в торговом доме «Украина». Киевская 5 – первый этаж. Ведь меха всегда пользуется устойчивым спросом.